По любой улице, по Московской, по Чернышевской, все крупные магазины, все и мелкие тоже магазины закрыты окнами, завешены рекламой. Формально как бы считается, что это собственность, эти окна этого заведения, и они могут с ними что угодно делать. Но то, что в это время меняется внешний облик, в принципе, даже если этот дом кем-то построен, то надо архитектор спросить, а имеете ли вы изменить облик этого дома? Ну, я вот как раз на общественной палате говорил, вообще-то говоря, я был за границей много где, и в Америке, и в Европе, я не видел, чтобы окна были завешены. Вот за окнами, там, пожалуйста, там могут быть и предметы, там могут быть и женщины, чего угодно. А все окна открыты, поэтому надо Саратове открыть окна, заменить эту рекламу открытыми окнами, а там за окнами делать, что хотите. Поэтому я и предложил, что должно быть либо решение специальной администрации города Саратов, допустим, или специальное постановление о том, чтобы вот эти окна освободить от ненужной рекламы. Ну, в принципе, есть еще другая реклама, в большей тоже. Тоже надо сделать систему, чтобы она была так, чтобы когда едешь на машине, она не мешала. Раз. И, во-вторых, чтобы она была понятна и интересна. Я думаю, что для этого должны быть специальные места. Вот как выборы проводятся, нельзя повесить где угодно, обязательно на определенном месте. Так и здесь. То есть, я хочу прочитать, пожалуйста, я подойду, прочитаю. А где попало, когда все дома заклеивают, в том числе, там, куда-то приглашают, куда не совсем прилично. Но, то есть, конечно, с этим тоже надо. А второе предложение было, это по ТСЖ, ЖСК, управляющим компаниям, потому что они могут на этом зарабатывать деньги. То есть, вот если на доме многоквартирном вывешивается какая-то реклама, то обязанное хозяева этой рекламы заплатить собственникам помещения. А для них, это для дома, там, что-то сделать и так далее, и так далее. Редактор субтитров А.Семкин